500 человек на информатику, 68 на географию. ЕГЭ началось с предметов, пройти испытания, по которым хочет не каждый. Через рамки металлодетекторов пропускают только выпускников. Учителя и сопровождающие остаются ждать за дверью и волнуются не меньше школьников. Понятно, что экзамены ЕГЭ это всегда волнение, потому что решается судьба, потому что как они потом куда уже поступят, какие баллы получат. Ну понятно, что самые добрые слова и находствие, и учительница его не пришла перед экзаменом. И опять последние какие-то слова находствие, или еще что-то, уже мы выходим из лицея, она все тоже с нами проводила, пожелала всего самого доброго. Надеюсь, что наши ребят не подведут. По новым правилам бланки с готовыми заданиями не будут вывозиться из школы, их отсканируют и загрузят в систему. Через 10 дней результаты по географии и информатике можно будет узнать. Еще на этой неделе выпускникам предстоит сдать математику. Для ребят с ограниченными возможностями тоже созданы все условия, чтобы пройти испытания. Продление времени и перерывы для принятия пищи, лекарств, и ребята, которые слабо видят и не видят, брайль шрифт, брайля в этом году будет, на обязательном предмете сможем это увидеть. Вообще огромное количество людей задействовано. В целом мы посчитали свыше 10 тысяч взрослых педагогов будут сопровождать этот единый государственный экзамен. Основной период сдачи единого госэкзамена продлится с 29 мая по 1 июля, после чего будут назначены резервные дни и время, чтобы подать апелляцию в случае несогласия с результатами. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков, События.